Новые технологии расширяют рамки творчества и искусства. Появляются новые формы самовыражения, а старые меняются на глазах. Происходит смещение жанров, стилей, направлений. В Ташкенте прошла выставка, которой даже трудно дать однозначное определение. На ее перекрестках пересеклись и видео, и музыка, и фото, и арт. Перед творческим экспериментом у музыкантов по традиции разогрев. Молодой коллектив «Омни Буз» готовит уникальную программу. Мы занимаемся такими проектами уже 7 лет. У нас есть целый фестиваль музыки и визуальных искусств «Блэкбокс», который именно и посвящен соединению музыки и чего-то еще. Там и легендарные немые фильмы, и ультрасовременный видео-арт. Артем Ким больше пяти лет руководит молодежным художественным ансамблем. Начав с классической музыки, они совместными творческими усилиями породили принципиально новый проект – смешение жанров, стилей и направлений. Особенность этого проекта в том, что каждый раз выставка, которую готовит галерея, ее открытие будет сопровождаться вот таким неким хэппинингом или сложным действием, в который будут вовлечены и живые музыканты, и фотографии, и, самое главное, зрители. То есть зрители становятся тоже участниками проекта, они становятся персонажами выставки. Первые гастроли прошли в соседних республиках. Сегодня очередь за Узбекистаном. Это первое знакомство отечественных зрителей с мультимедийным проектом, синтезом музыки, видео и фотографии. Владимир Шлозберг – один из участников мультимедийного проекта. Он занимается фотографией и модным видео-артом. В такой экспериментальной выставке фотохудожник принимает участие впервые. Очень большая сила воздействия должна быть у такого проекта, потому что все органы чувств человека здесь задействованы. Он бы рад ничего не видеть, но тут на него еще и звук давит, прекрасная музыка, и его зрение видит. Классика с трудом привлекает современную молодежную аудиторию. В соединении с современным искусством она обретает второе дыхание. Теперь у ташкентской молодежи есть интерес ходить на выставки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова